Медицинские организации В чем заключаются данные изменения? Государство решило облагать налогом на имущество недвижимость, причем не по балансовой стоимости, а по кадастровой, так называемой рыночной стоимости. Ставка налогообложения предусмотрена в размере 1% от кадастровой стоимости на 2014 год. Рассмотрим пример. Медицинская клиника владеет зданием на праве собственности стоимостью 20 миллионов рублей. 1% в год от этой суммы 200 тысяч рублей. Именно эту сумму придется отдать государству дополнительно к тому налогу, который медицинская организация уплачивает по упрощенной системе налогообложения. Из содержания текста закона следует, что начиная со второго полугодия данный налог придется уплачивать. Налог является региональным и будет поступать в бюджеты субъекта федерации. И они своими нормативными актами имеют право несколько поменять условия налогообложения. Но с учетом того, что бюджеты регионов в основном дотационные, мне предполагается сомнительным уменьшение налогового времени, чем то, которое предусмотрено данным законом. Государство очередной раз проявило свою фискальную сущность. Есть несколько путей, связанных с налоговым администрированным. Во-первых, собирать то, что положено. Второе, рационально использовать полученные денежные средства в интересах государства и общества. Государство посчитало, что проще будет еще взять денег с предпринимателей. Те медицинские организации, которые арендуют здание, помещение, они плательщиками данного налога являться не будут. Но собственник арендуемого имущества наверняка подымет ставку арендной платы. Автоматически частные клиники, повышение арендной платы и новых налоговых платежей перенесут на кого? Совершенно верно, на пациентов. Что вызовет повсеместное повышение стоимости платных медицинских услуг. Причем как в частной системе здравоохранения, так и повысит стоимость своих услуг в бюджетные учреждения здравоохранения. Примите эту информацию к сведению и ее нужно учитывать в своей повседневной деятельности. А в целом наше государство, увы, непредсказуемо. Фактически ничего не предвещало изменение налогового режима по упрощенной системе налогообложения. Следите за региональными новостями, потому что окончательное решение о применении налога на имущество будет решаться на уровне регионов.